По результатам обсуждений списки составляются во всех городах, участвующих в конкурсе. Их отправят в Краснодар на утверждение на региональном уровне. Реализация проекта «Великие имена России» позволит сделать это повсеместной практикой. «Великие имена» навсегда описаны в историю, продолжат жить в названиях аэропортов, олицетворяя победы и достижения нашей страны. Они станут важной составляющей туристических брендов, отдельных территорий и основной культурной концепции формирования пассажирских теменалов. Все имена будут вынесены на голосование, однако предложенные герои должны быть известны во всей стране и быть связаны с историей города. В список города-курорта вошли 8 имен, в их числе и предложения главы Анапы. Он выразил свою позицию сразу, как только было объявлено о старте проекта. «Считаю, что имя героя Великой Отечественной войны, героя Советского Союза капитана Дмитрия Калинина, достойно быть увековечено в названии нашего аэропорта. Это важно для Анапы, которая носит высокое звание города воинской славы», – заявил Юрий Поляков. «Достойные, которые мы называем имена, они все достойны. Но мы сегодня должны поддержать главу города, правильный выбор, я считаю, человек достойнейший, Дмитрий Калинин. Поэтому, ну, это мое мнение». В 43-м году отряд разведчиков под командованием капитана Дмитрия Калинина высадился на берег близ села Варваровка. Основная цель – сбор информации, однако их окружили отряды фашистов. Бой продолжался несколько часов, в живых остался лишь один Дмитрий Калинин. Раненый в руку и ногу, капитан продолжал держать оборону. Когда боезапаса практически не осталось, он прижал к груди последнюю гранату, подпустил к себе гитлеровцев и выдернул чеку. Даже фашистские захватчики похоронили его со всеми почестями. А в 1968 году возле места сражения капитану Дмитрию Калинину установили памятник. Его имя и будет возглавлять Анапский список. «В первом должен, конечно, пойти в списке Дмитрий Калинин, не в правительном порядке, а как глава предлагал пойти. Ну, а в остальном все то, что есть, мы должны дать широкий список наших предложений». В составлении списка могут помочь все жители города-курорта. Предложить имя героя можно на официальном сайте конкурса с 22 по 28 октября. Общенациональное голосование стартует уже в ноябре. Проголосовать можно не только в рамках своего города, но и за имена других аэропортов. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа. Регион.